В последнее время я редко натыкаюсь на хорроры, тем более классические, где основная составляющая это атмосфера, а не какие-то голые мужики, гоняющиеся за тобой по психбольнице. Однако, сегодня мы посмотрим именно на классический инди-хоррор, со скримерами и таинственностью, Антотис, что в переводе с греческого «сущность». Будем надеяться, что не в виде гномика. Игра вышла совсем недавно, но я уже прошёл её на 100% достижений, которых кстати в игре 9, при том, что она имеет аж 2 концовки. В видео также будут все эти ачивки и как их получить. По сюжету мы отправляемся привести в порядок заброшенный дом. Пребываем на место во время урагана, из-за чего теряем связь с внешним миром. И вот началось. По ходу прохождения мы находим различные записки о том, что с семьёй, которая жила в этом доме, что-то происходило. Но записки это отдельная ачивка и мы посмотрим расположение их всех в конце видео, как и ещё одно собирательное достижение. Когда мы заходим в дом, то обнаруживаем, что все окна открыты. И наша задача как смотрителя закрыть их все или забаррикадировать, если окно разбито. За что мы получаем достижения. А из записок узнаём, что окна открывались в доме постоянно. И виной тому то ли домовой, то ли дети вандалы. Второе вероятнее, так как пара окон были выбиты. Из окна мы замечаем красный свет вдалеке. И разумеется решаем пойти посмотреть. Подойдя поближе, находим ещё одну странную вещь. Страшную книгу о сверхъестественном. Которая разумеется ничего не делает и никак не влияет на игру. Но благо дали ачивку, так что не зря пёрлись на посмотреть. Кстати, теория о детях вандалах всё больше походит на правду. А книгу забыли то ли готы, то ли сатанисты. Далее находим стрелку и чиним старинные часы. После чего раздаётся телефонный звонок с плачущей женщиной на той стороне. Порыдав, которая резко бросает трубку. Ачивку-то мы за это получаем, но осадочек остаётся. Открыв калитку на задний двор, мы узнаём, что там есть кладбище. И даже находим могилу бывшего хозяина дома, который, как оказалось, был священником и боролся с какими-то неведомыми демонами. Видимо, проиграл. Кстати, после кладбища нам не дают вернуться обратно тем же путём. Какая-то незримая сила не пускает нас. Говорит, что не стоит оборачиваться назад, нужно идти дальше, двигаться вперёд. И тут мы начинаем подозревать, что это не какие-то там тёмные силы, а просто призрак тренера по мотивации. Хотя сути это не меняет, назад нельзя. Но за попытку, вот тебе достижение и купон на бесплатный вебинар. Как мы в итоге выяснили, в доме присутствует что-то зловещее, и оно время от времени пытается нас напугать. Как и было с предыдущими владельцами. В целом, действительно инди-хоррор такой, какой он и должен быть. Кстати, спойлер. Главный злодей – большой петух. Теперь о концовках. Как уже говорилось в начале, в игре их две. То есть, чтобы получить их, нужно минимум дважды пройти игру. Обе концовки не являются ни плохими, ни хорошими. И сейчас я расскажу почему. Для получения первой, необходимо найти на кладбище часы с мотивационной цитатой, что наше время ещё не пришло. Видимо шли бонусом к курсу от тренера. Затем нужно вернуться домой, зажечь свечи в строго определенных местах по фэншую, иначе удача пройдёт мимо, и отдать часы каменной голове, после чего наша чёрная полоса заканчивается и появляется некий свет в конце тоннеля. Тёмные силы, запершие нас, отступают, и мы со спокойной совестью валим с этого проклятого семинара. Ну то есть, уходим из дома. Получаем достижение за первую концовку. Итог. Мы живы, но в реанимации. Наша жена умерла и винит нас в своей смерти. Вторая концовка пропитана женским коварством, так как по ходу сюжета время от времени нас зовёт женский голос, который напоминает нашему герою о жене. Так вот, оказывается, это она нас и зовёт. Вон, даже руку протягивает. Но куда же она нас затащит? Надев подсобки церквушки, что рядом с кладбищем обручальное кольцо, возвращаемся домой. Надеваем кольцо на палец руки, вылезшее из зеркала, за что в обмен она нам даёт мозг, который, судя по всему, выклевала своими криками «Иди ко мне, не бросай меня, у нас ещё ипотека не закрыта». Мозг, кстати, забрать нельзя, только посмотреть. После этого пытаемся под шумок срулить из дома, но вот беда, мозгов-то у нас нет. А в спину нам как раз раздаётся женский голос «А ты ничего не забыл? А мусор кто выкидывать будет?» Приходится возвращаться и имитировать счастливое воссоединение. Ну, хоть и ачивку дают. Итог. Мы мертвы, но воссоединились с женой. Теперь переходим к самой сложной части. Коллекционные достижения. В игре есть два достижения на сбор предметов. Одно – кассеты, второе – трагедия с записками. Кассет всего три и найти их несложно, а вот записок не только 20, но они ещё и раскиданы не пойми где. Начнём с кассет. Кассету номер один можно найти в кабинете с компьютером в одном из ящиков тумбочки. Кассета номер два располагается в крошечной комнате с глобусом и двойными дверьми. Кассета номер три находится на кладбище на могиле того самого бывшего хозяина дома. После того, как мы их соберём, необходимо прослушать все записи в проигрывателе на втором этаже, за что мы и получим соответствующее достижение. И вот мы добрались до камня преткновения всей игры, на которой может уйти большая часть времени. Поиск записок. Для удобства поиска видео записки разбиты по зонам, где их можно отыскать. На первом этаже мы можем отыскать шесть записок, с восьмой по тринадцатую. Кухня. Микроволновка. На кухне. Открываем. Читаем. Одиннадцатая записка. Телевизор. Коморка. Записка двенадцать. Телевизор. Записка тринадцать. На втором этаже находятся записки с первой по седьмую. Кабинет с аудиозаписью. Шар светящийся. В шкафу записка четвёртая. Комната девочки. Пятая записка. Прачечная. И вот здесь, вот она она. Шестая. Гитара. Опознавательный знак. Вот здесь записка. Снаружи дома можно обнаружить две записки. Пятнадцатую и восемнадцатую. В церкви на кладбище четыре записки. Шестнадцать, семнадцать, девятнадцать и двадцать. Церковь. Колодец. Девятнадцатая. Двадцатая, да. В лесу на синей скамейке находим последнюю записку. Рядом ходят ожившие трупы, так что лучше поскорее взять саму записку, быстро порадоваться достижению и бежать. Общий итог по игре. На самом деле действительно неплохой инди-хоррор с хорошей атмосферой, без всяких там подкрадули догонялок. Если бы не проблема с записками, так и вовсе был бы хорош. А так на игру ушло пять часов двадцать семь минут, из которых около трех часов. Это поиск записок. Сложность игры можно поставить уверенную, если знать про записку в микроволновке. Пишите как вам игра, да и вообще жанр инди-хорроров. Ну и в конце нельзя не поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других не было бы на канале. А всех, кто еще не попал в этот список, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья это главное.